итак ребят всем привет с вами император прайм и сегодня ребят на канале мы поговорим о грядущем обновлении так как уже на тесте начинают выходить новые всякие там интересные фишки то есть минометы ребят я на сервер ну на тестовом сервере стримил кто заходил вот при этом хотелось бы ребят отметить поговорить чего не хватает конечно же в армате чего хотелось бы в обновлении мне кажется такие видео полезны поэтому мне как бы ваша помощь нужна ваши комменты поэтому максимально видео репост ребятам друзьям знакомым альянсом и тому подобное потому что я знаю что некоторые изменения в игре происходит потому что я примеру что-то отписываю что-то там делаю исправляет некоторые там баги недочеты ну то есть как бы по мелочи до игра все-таки развивается и наша задача все равно помочь особенно тем людям которые играют постоянно в эту игру да ребят вы все играете в нее и некоторые не играют конечно поэтому есть ряд причин почему не играет поэтому я вот и снимаю интересное видео в целях для того чтобы принципе дошло до разработчиков чего наверно не хватает чего бы хотелось ну хотелось бы да а там уже ну что они решают не мы как бы но тем не менее то что я отписываю некоторые моменты решают все-таки и улучшают поэтому это очень полезно поэтому я такие видео и буду снимать перед каждым принципе обновлением потому что я уже чувствую там уже скоро скоро что-то будет поэтому если есть возможность повлиять как-то на то чтобы где-то что-то подправили я буду снимать и так поехали чего же принципе у нас не хватает первую очередь на стриме была такая тема и разговор зашел о двухъярусном в общем чтобы здесь понимаете качельки были такие двухъярусные чтобы можно было не вот так вот листать целый ряд танков если у вас много танков а чтобы два ряда было короче ну такой двухэтажный короче вот ребят мелочь но приятно первая тема 2 я наверное забыл уже про это но хотелось бы наверное как-то часы в ангаре да вот здесь смотрите особенно здесь смотрите целая просто огромное место для для часов вот здесь прямо так можно такой квадратик выделить прям огромные часы смотреть сколько вы задротите короче и тому подобное так ну что ребят поэтому такие мелочи приятные поехали дальше хотелось бы по физике короче связано с физикой вот я наблюдаю такую тенденцию вот примеру поиграл в игру war thunder дам там видно катки крутятся как бы ну вроде такой чуть-чуть что 30 фпс вроде хотя вроде ну ну то есть вы знаете при 60 не лагает на у кого 120 гипсовый монитор 120 будет фпс но когда ты едешь именно катки так как-то подлагивают такое ощущение короче именно да вот и хотелось бы чтобы ну видно что они крутятся четко да стабильно плюс хотелось бы короче чуть чуть больше реалистичности в плане бери когда ты переезжаешь через какой-то холм через какой-то камень огромный чтобы гусеницы прямо охватывали его то есть вот так брали прям именно вот так ну именно вот такую форму гусеницы принимали ну и конечно обвесы там побольше обвесом чтобы все двигалось а дальше хотелось бы конечно же это звуковой движок переработать полностью все вот эти звуки мне кажутся очень слабыми не похоже на танк не ощущается что это танк именно звуки движков турбин можно как-то улучшить мне кажется плюс ко всему сами выстрелов танков на поле должны просто блин ну вот реально чтобы просто танки грохотали на поле как в песне на поле танки грохотали да вот солдаты шли последний бой поэтому к чему я вот и говорю чтоб именно выстрел такие жесткие они там но тут слабенько никто не ощущается прям бой плюс классная тема я сразу скажу не помню какая карта называется ну когда делают фон сейчас во многих короче танковых движухах даже в красаут делают фон вдали то есть именно облака горы там на заднем плане вот это вот вообще быть просто едешь и и не смотришь на вот эти кусты там или это ты смотришь на вот эту красоту которая вдали вот которая тоже будет использоваться world of tens в этом году обещает об новую графу то есть там вина колонны древней греции там фон вот это фон вот вообще тема красота во многие сейчас начали играх и кстати здесь тоже в формате появилась потом хотелось бы чтобы все во всех картах плюс ко всему ребят перейду к оптимизации оптимизация желает конечно лучше будут интересные примеры я вам покажу что некоторые игроки не видят примеру по графике там да как там солнечные лучи светят как там тени классно отображены как примеру снег идет дождь идет в игре то есть у всех это отключено на самом деле не все видят я покажу примеры включу на своем компьютере на максимум вот ребят вот ну и как для стримера принципе и который тоже помогает в развитии игры хотелось бы конечно тоже оптимизации потому что стримить иногда хотелось бы лучше чтобы дать игрокам еще лучше картинку подписчикам на кто смотрит лучшую картинку потому что это влияет все таки играть тянет процессор хорошо но тем не менее я стараюсь стримить full hd 60 кадров чтобы как-никак но при этом иногда мне не очень комфортно играть хотелось бы оптимизацию чтобы подтянуть вот также может быть как-то по графике переработать слегка там танчики но вот примеру новые карты которые выходят они прикольные они яркие там я близко может мультяшный ну мне лично я люблю когда яркие нормально хороший контраст хорошие там деревья более там все сделано нормально но не забываем о том что короче есть еще старая карта старая карта на которых еще старые деревья на которых не оптимизировано вот это будет даже показано у меня здесь в ролике что примеру на одной карте на всю катушку у меня накручено графон на максимум просто и тому же как бы знаете нормально нормально вроде 60 50 вот так вот так прыгает там более-менее можно играть а на другой карте заходишь а там прям на 20-30 фпс просто в хлам падает и это в момент мочилова рубилова это очень жестко поэтому хотелось бы да сейчас я говорю вот разработчики делают там минометы да там всякие новые танки вводят прям танки но я бы немного на их месте отодвинулся чуть-чуть в другую сторону и сделал бы именно упор на оптимизацию и на графон танков принципе хватает пока на оптимизацию на графон конечно в первую очередь потому что у многих слабые компьютеры жесть то есть в этом конечно же и на исправление всяких ребят там багов глюков короче которые присутствуют все-таки игра все равно развивается мы то все понимаем прекрасно но тем не менее их надо убирать там всякие приколы там с мышкой короче там там и еще много чего ну вот просто там вот примеру одна фиша которая уже в 0 18 на тесте есть это связанная с раскраской ребят все это исправили благодаря тому что я отписал сообщил об этой ошибке и красавцы молодцы отреагировали быстро поэтому то есть когда ты устанавливаешь распраску дано танк и нажимаешь там хоп вытянуть крестик там и с игры просто краж клиента происходит поэтому это исправили уже на тесте в описании я читал то есть это это круто поэтому можете лайкнуть за это хотя бы вот дальше хотелось бы помимо этого всего конечно же чего не хватает вот армати для полного кайфа я считаю это боев именно между альянсами то есть типа глобальной карты и все остальное каждый раз это буду говорить пока не появится нужны бои нужны бои 10 на 10 хотя бы 10 на 10 устроить между альянсами бои то есть что-то какую-нибудь карту какую-нибудь такую тему чтобы мы там могли воевать плюс могли получать вот вот эту голду за бои кто выиграл получает там поскольку то в копилочку в альянс голду короче потом командир может ее там поделить там между собой ли что-то вроде этому типа как-то по ней говорю но это как пример я не знаю там пускай придумывает может там без разницы как но главное чтоб она была чтобы не просто воевали во первых это поможет тренироваться альянсом каждый раз альянсы будут не создаваться по 150 раз сегодня ты пиксель завтра ты завтра ты пуксель короче послезавтра ты панда а потом а потом ты черный ягуар короче оказывается это одни те самые люди бегают туда-сюда короче вот такая вот канитель происходит я не знаю куда ему идти в пунды или в черные скорпионы не его знает ну как бы вот так чтобы обосновались уже существовало единое братство скажем так танковые и воевали но воевали еще и как бы говорится за голду поэтому полезная тема полезная полезная также обновить движок обновить движок можно да потому все равно это не последний версии движок и и можно обновить для более раскрытых всяких фишек в программе потом можно будет настроить его много дополнительных настроек появится понятно что если обновить это все денег стоит ну тем не менее также не забываем о сервере о сервере который частенько вылетает падает краш ему происходит и многие игроки от этого страдают есть тоже конечно упор бы на на сервачок там я не знаю там что там классная может сссд диски в массиве там ну не знаю там что там без разницы но тем не менее я говорю чтобы примеру хотелось да не то что мы говорю там да вы там дари там не именно чтобы хотелось короче для этого принципе многое вы так все прекрасно знаете но также я ребят упор пущу на то что нужно по бронированию про не от для меня брони принципе практически нет она принципе отсутствует видео будет очень долго ребят говорю сразу тут не как тут тут просто сколько всего как говорится очень много поэтому нельзя это все а так обрезать и за 5 секунд рассказать прошу прощения если кому не интересно можете перемотать там ребят но будут из примерами этого подобное ну ладно поехали по бронированию взять примеру есть некоторые такие моменты вот взять армату я покажу на видосик насколько геймплей принципе изменился и какой был раньше вот огромный нлд пробивается под башню пробивается в каток пробивается борт пробивается то есть очень тяжело танкану через башню увы увы на не такие прям крутые приму т-14 но есть еще одна такая прикольная тема хотелось бы чтобы по физике тоже была более реалистичность реалистичность связано с накатом когда ты спускаешься с какой-нибудь холма танк едет 60 километров и он дальше не разгоняется может и до 150 разогнаться ну грубо говоря да накат все-таки есть и тысячи газуешь короче он прям должен вообще лететь следующее первое с накатом проблема первая вторая с подъемом не хватает лошадей на тонну объясняю что такое лошадей на то то есть на подъеме он по ровному едет но большая проблема как будто 10 грунтов стоит пром бы прям плывете под водой 9 километров в час танк от 9 до 10 километров танки иди в гору то есть он он просто ползет и ты минуту полторы выезжаешь на гору это жесть просто же там очень долго и любую пт просто ползет как рак ты не очень долго исправьте это добавьте лошадей на тонну на каждую машину бт потому что это это жесть также новая карта как же она там эта карта вылетела у меня с головы плетерница дополна что тогда вроде так называется карта вообще ребаланс надо вообще просто ее убрать на самом деле и сделать все там просто вот так вот кто поедет тут и проиграет все стоят кусту нету прикрытия просто на открытом поле воевать нужно что-то холмы перестроить достроить дома карта неиграбельно серьезно это просто жесть конечно вот так же вторая карта которая по кругу там ездят где пепел вот это все тоже по кругу короче ребят все это друг за другом гоняешься но тем не менее там хотя бы можно играть поэтому с накатами подъемами лошадные на тонну там все это понятно дальше есть такая интересная фишка взять армату и берем пл-ку что такое плк плк это легкий танк и что мы наблюдаем плк едет 60 там с горем пополам километров при этом не мы не армату берем а китайца китаец который основной боевой танк или объект 640 одни самых быстрых танков они обгоняют легкий танк как так как так ребят скажите при этом я говорю не не надо ни в коем случае резать об это чтобы они ползали 50 километров потому что все вот это резание приводит к тому что игра превращается в картошку то есть варгеймин скую тему танки не поворачивают танки не будут ездить это очень скучный геймплей я прям честно становлю а то танки он сам едет я той чай могу пойти сделать пока он доедет на холм выйдет геймплей очень скушен в этом плане ни в коем случае то есть надо просто сделать чтобы легкие танки там ну под сотку набирали короче стабильно вот этом 70 на 30 километров меньше тем более то сразу ощутимо 30 километров вроде фигня но в игре это ой 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 как ощутимо вот и вот такие как сфинкс там 110 там короче нормально тоже 110 120 вот так ну нормально пл к сотку должна вообще лететь это легкий танк быстрый маневренный легкий танк также что связано с этажками не хватает им тоже лошадей для разгона я ставил короче на разгон на этажки там они очень туго разгоняются они ну только засвет и все назад ты не успеваешь отъехать потому что она не едет ни вперед ни назад разгон очень плохой опять же не хватает лошадей или не знаю чего очень хотелось бы чуть получше вроде с пробиваемостью все в порядке короче если кто не пробивает ну извините ну что сделаешь ну в ирак короче тут все просто потому что не пробить танки не знаю кого тут можно не пробивать тут все пробивается просто все пробивается вот поэтому я считаю вот такие вот темы очень нам важны оптимизация звуковая звуковое оформление именно по звукам выстрелы все броня часы там мелочные всякие там мелочные глюки вот конечно же геймплей графу вообще графика классно и конечно же я бы хотел и скажу за всех потому что одна из большого большинство людей наверное ушло за того что убрали пиксель хантинг и появился картофанский вот это нлд и это отличало пример как вар тандере свои бои до реалистичные бои у свой геймплей он вообще такого нет нету они не похожи ни на кого не нормату не на картошку при этом в данном геймплее который сейчас присутствует со таким и нлд и все остальное мне кажется похож на на картошку ну можно было конечно и когда был пиксель хантинг это было отдельная игра серьезно это была отдельной игра она не похожа была все равно на картошку геймплеем аркад это аркада это стиль аркада считается от этого не похож это аркада вот war thunder это симулятор поэтому все кто будут делать танки новые разработчики это будут аркады если вот так будет хп и пробить этом зоны это аркада но они отличаются аркад то что был пиксель это было просто бенч но при этом я выберу предложил ну просто расшить зону то есть чтобы не просто вот так и все зелено не уже не горит зеленая а чтобы вот так вот можно было водить и такая большая часть была зеленым горилла ну это все равно как-то можно будет выдержать и потанковать чем попасть вот такую вот просто огромную штуку по моему просто easy easy вообще ли легко ну что я думаю про альянсы про счет что-то вроде что хотел я сказал мне кажется и конечно же ребят поехали посмотрим знаете что посмотрим и бронирование то что я принципе рассказала что хотелось как сейчас есть и как было и что я раньше мог ну и принципе что сейчас я принципе не могу не сейчас без разницы какая у тебя статистика 70 или 45 тебя пробьет любой танк ты ему выстрел он тебе и все без принципе без промаха поэтому хотелось бы чтобы лобовая броня была покруче подвижность подъем на гору выстрелы прикольные графон прикольные оптимизация прикольные всякие пейзажи обалденные что-то и конечно для альянсов по из голдой это было просто класс был бы я считаю онлайн был бы просто супер ну при этом всякие навесики тоже классная штука но при этом я говорю борта оставить да такие какие есть чтобы ббмки могли дошить свободно и использовать свою тему с авто из реализовать свои автопушки заходишь в борт крутишь корму и лупишь об это вот ничего делать не нужно все просто четко единственное что я конечно не согласен еще по командирам ребят вот то что я выкачал командира всех но при этом как-то обидно даже картошки такого нету то есть раз два три четыре я четыре сделал полковника вот это бред четыре полковника а остальные принципе все я их не могу выкачать все они не выкачиваются я бы сделать что всех можно было выкачивать играешь на танки выкачиваешь дальше их что это мешает ничего при этом что мы видим я не увидел разницы часто между тем старым что было там два три перка короче все сведение там разброс там и и все больше ничего нет и между вот вот этими вот вот целая куча которая вот это вот на придумывали вот это я не увидел разницы то есть все одинаково просто все одинаково геймплей как был такой остался видение как было там и осталось разбросок был так остался зачем вот это все было делать честно не пойму и очень много надо конечно стараться чтобы выкачать почти как в картошке но картошки даже еще тяжелее но тем не менее не заметил разницы вот вот это технологии которую вели поэтому я не заметил честно прироста прям большого как бы вот так ну ладно поехали смотри по бронированию погнали так ну что же ребят и так перейдем мы принципе бронированию то чего бы конечно хотелось и какой геймплей принципе вот сейчас существует так ребят ну чисто так выбрали от просто огромную местность без разницы там на асфальте там или там где-то там на поле если что на поле может там будет как-то там от башни много потанковать но тем не менее ну взяли вот такой это армата современный танк тем более игра армата называется поэтому я думаю нормально и абрамс который так более-менее принципе бронирован получше чем армата или леопард и как его пробить принципе предстоит вот ребят представим такую ситуацию что мы примеру вот танкуем вот примеру человек танкует да вот танкует она давай попытайся потанковать покрутить корпусом смотрите он корпусом крутит то есть он типа вот все пытаются вот так вот делать ну и что вы сейчас еще попробую пробить а вот внизу горизонт смотрите мне вообще все равно крутит он там танцует прыгает то есть хотелось бы немного бронирования получше сделать также конечно то есть я хотела показать что геймплей хотелось бы изменить чуть-чуть в другую сторону то есть но видите то есть очень легко принципе танк пробивать я бы сказал бы то есть видите горит зеленым и здесь также ну то есть легко в лобовую шеи то есть и мы игры что можно было добавить бы лобовой брони также если танк довернет слегка корпусом то есть уже принципе лобовой брони смотрите что происходит танк довернул корпусом вот смотрите то есть я его ставлю на каток и опять то есть танк не может принципе как бы себя реализовать даже под таким углом смотрите вот зеленым горит и даже от под башню то есть в лобовую я его прошиваю в он станет ромбом то есть смотрите прошиваю попытайся рома в другую сторону назад а вот тогда как под каким углом я принципе не пробивать не ну вот под таким вот уже я принципе не пробиваю видите ну то есть это практически как бы ровно вот примеру захожу я в борт потихоньку и вот уже принципе все то есть как бы вот так на такой параллели мы уже я его могу пробить там то есть смотрите вот то есть практически вообще он даже не не довернут и уже могу пробить поэтому мне кажется все равно танк пробивается брони не так уж и много по сравнению с 018 которые мы помним но тем не менее хотел бы сейчас ребят еще и предоставить возможность посмотреть то как было раньше как я мог примеру там 45 танка тащить сам на обт так поехали смотреть так ну что ребят вот один из таких интересных моих реплейчиков на канале присутствует но тем не менее рассмотрим как вообще отличался геймплей то есть смотрите я 17 700 дамага у меня против меня две десятки ребят и две девятки то есть видите две сто шестьдесят семь у челика там уплки 1900 то есть их не хп превосходит в разы от моего очень в разы от моего тем не менее хотел бы принципе продемонстрировать что принципе раньше вот возможно было самому просто уничтожить там фраги вот примеру добираю одного уже пятый фраг у меня 7 900 дамага и смотрите насколько леопард крутится то есть какой геймплей как можно было доворачивать корпусом как можно было танковать лобовой броней то есть на что она была способна то есть вот человек на плки просто убегает я тут пытаюсь кружить как-то вот такая вот ситуация то есть это ребят именно такой чисто такой показательный момент как отличается геймплей и мне кажется многие бы игроки наверное хотели но сейчас это чисто так видим показательного что хотелось бы конечно же вот ну насчет пиксель хандинга потому что это видео еще когда присутствовал пиксель хами то есть был очень быстро поворот корпуса башни в броня приблизительно намного лучше не то что примерно в данной ситуации которая сейчас у нас есть вот смотрите просто я быстро 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 разворачиваю корпусом быстро кручу здесь как раз он действовал скилл я мог корректировать свой корпус так чтобы ловить рикошеты и как-то даже плк он рикошет от видно белые декали ребят видно на танке что как и куда вот и уже десять тысяч дамага семь тысяч семь фрагов и десять тысяч дамага при этом смотрите остаюсь один на один и вот такая ситуация происходит бой в клинче бой в клинче и смотрите не пробитие рикошет не про сейчас такого не существует я в данный момент сейчас даже поставлю на паузу когда именно я лбом короче буду стоять к танку то есть смотрите вот смотрите рикошет 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 смотрите леопард весь весь просто и стрелян в хлам но я тащу тащу то есть мне бы хотелось конечно же вот вот именно вот такого да вот такого когда ты можешь тащить но при этом чтобы да был пиксель хантинг, при этом большинство игроков, наверное, ушло за пиксель хантинга, но, ребят, что я могу сказать, вот, вот, когда можно было это все, сейчас, конечно, такого нету, сейчас мы только можем мечтать, но, тем не менее, мне кажется, может быть, разработчики прислушаются и как-никак, как-то немного там, знаете, ребят, ну, будет, при этом 13 тысяч дамага, учитывая, что команда 3, 3, 3, смотрите, дамаг какой был, да, 1700, 2, ну, то есть маленький дамаг очень был, ну, вот, ребят, но, тем не менее, факт налицо, так что, хотелось бы, конечно же, получше, ну, а теперь, конечно же, перейдем еще к графике оптимизации и графике, ну, по броне, я думаю, в принципе, всем все ясно, вот, хотелось бы, чтобы было все получше, вот, чтобы пиксель хантинг был, ну, конечно, расшит он был, расшит немного вот так, чтобы не так, как раньше, раньше был очень жестко, тяжело было попадать, расшит, более, более сильно расшит, зона, ну, вот так вот, поехали дальше, смотрите, итак, ребят, хотел бы показать именно тему, связанную с, конечно, спецэффектами, сейчас зайду, покажу настройки, какие у меня стоят, вот, то есть, видно на максимум все, текстуры, детализация, тени, шейдеры, вот, ребят, все на максимум, кроме сглаживания, она очень, конечно, нагревает, но, вот, а такие эффекты у меня, точнее, графика накручена, при этом, вроде бы, 60 кадров, но многие игроки, конечно, не видят вот этого, и я, в принципе, не играю на максимум, потому что сейчас мы, как бы, в тренировочной комнате находимся, но при большой движухе и замесе, когда большое количество дымов, очень кадры падают, и хотелось бы, конечно, оптимизацию в игре, чтобы люди с самой компьютера могли хотя бы вот это увидеть, некоторые все отключили, чтобы у них кадры хоть как-то выросли, поэтому они вот этого, что есть, да, видите, снег идет, вот эту красоту, следы от шин никто не видит. Сейчас приблизительно мы покажем дымы, к примеру, боевую ситуацию там, вот, хоп, кадры, кадры сразу, 53,60 на 10 кадров может упасть, на 20, то есть можете следить, в принципе, за кадрами, 58, вот, а такая вот канитель, ну, скажу я вам, здесь не так нагрузка идет, потому что большое количество, ребят, очень большое количество, именно вот 50 попадания, большое количество, когда танков, тогда, конечно, все похуже. Ну, вот эти микро-микро, 10 проседаний на 10 фпс, конечно, я считаю, это очень, конечно, сложно, вот, ну, тем не менее, хотелось бы, конечно, чтобы оптимизация была получше, и разработчики этому уделили внимание, поэтому поехали еще посмотрим одну карту, как на ней, поехали. Итак, ребят, вот еще одна из карт, на которой, вот, спецэффекты, вот видите, дождик, я хотел бы показать, опять же, показываю, что графика стоит на максимум, как бы, вот, кроме сглаживания, вот, тем не менее, что у нас по кадрам, 60 пока, 50, 45, 57, 53, 43, 40, то есть, понимаете, да, уже как, вот, то есть, что у нас, 37, то есть, проседает на 20 кадров, вот я сейчас просто продемонстрирую, вот, смотрите, дымы бросили, и сразу, хоп-хоп, кадры понесли, смотри, 47, все, все, жесть, жесть, вот, вот, некоторые карты, я вам скажу, не оптимизированы, поэтому, хотелось бы, чтобы разработчик, некоторые карты, именно оптимизировал, ребят, вот, в дымы уехал, и все, кадры, смотри, 46, 45, 44, 47, то есть, именно, вот, такой вот движухи, вот, видно, что все, все, очень плохо, тяжело попадать, тяжело вы пробиваете, поэтому, хотелось бы, чтобы, да, 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 и люди смогли увидеть, вот, такой вот дождик, вот, такие вот эффекты, ребят, вот, это вот все, вот, эту вот красоту, вот, при этом, чтобы не было таких жестких проследаний, на целых 20-25 кадров, просто, даже не то, что можете на 30, это, это очень много, но я считаю, это просто за, где-то, не оптимизации, где-то, некоторых карт, плюс, как бы, некоторые карты, которые новые, они лучше оптимизированы, а на некоторых старых, еще присутствует, наверное, какая-то, может, недоработка, но тем не менее, я надеюсь, что разработчики это исправят, потому что игра все равно, как бы, делается, все лучше и лучше, сами понимаете, не все сразу не сделать, но тем не менее, хотелось бы, поэтому, и вот, показываю, что, в принципе, можно было улучшить для нас, игроков, хотя бы, немножечко, вот так вот, ну что, на этом пока я заканчиваю, и поехали дальше обсуждать, что же еще надо нам, геймерам в армате, так, ну что, ребят, ну, вроде бы я старался, как мог, показал, видео, конечно, очень длинное, прошу прощения, еще раз за это, извините, но, хотелось высказать, хотелось помочь, каждую, каждую фишку разобрать по отдельности, поэтому, спасибо, кто смотрел, репост, максимальный видео, пожалуйста, сделайте, для того, чтобы люди помогали своими комментами тоже, что они думают, потому что мое мнение одно, у вас может быть другое, поэтому я ничего не навязываю, все лишь рассуждаю, логически, как бы, что хотелось, все остальное, вот, видео было создано в целях, чтобы разработчикам, как бы, дошли некоторые идеи, которые, в принципе, можно внедрить, и у нас игра стала лучше, вот, как бы так, все мы понимаем, что игра разрабатывается, делается, и для этого нужно время, но, тем не менее, наша задача помочь комментами, и сделать интересный видос, и что-нибудь, может быть, из этого разработчики выберут, и что-нибудь сделают прикольное, потому что я знаю, что, то, что я много раз говорил в видео, или писал, многое сделали, вы, не знаете, но, тем не менее, много чего сделано, поэтому, я вот и снимаю такой видос, и нужна ваша помощь, конечно же, другим людям, подписчикам, танкистам, рассказать об этом, ну, на этом все, буду заканчивать, с вами был император Прайм, всем вам удачи, нагиба, да пребудет с вами сила, Прайма, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok